Уважаемые братья, мы должны помнить и знать то, что самое красивое положение верующего человека, самое высокое положение верующего, это тогда, когда он любит всем своим сердцем и подтверждает своими делами любовь по отношению к Аллаху Субхану А.Т.А.С., создателю всех миров, создателю всех творений, любовь по отношению к Аллаху, и нету иного Господа достойного, чтобы мы поклонялись, помимо Аллаха Субхану А.Т.А.С., салям, аль-мумини, аль-мумини, аль-азизи, аль-джаддар, аль-макакабир. Любовь по отношению к Аллаху Субхану А.Т.А.С., властелину, пречистому, святому Субхану А.Т.А.С., хранителю, оберегателю, великому Создателю, вакущественному Аллаху Субхану А.Т.А.С., гордого Аллаху Субхану А.Т.А.С., аль-лали-ляхудрисна и хусна, ва-ситахи и д'у-лях, тот Аллах Субхану А.Т.А.С., кому принадлежат прекрасные имена и великие атрибуты, тот Аллах Субхану А.Т.А.С., создателю Субхану А.Т.А.С., который придал Богу ли к нам с вами, любовь подношения к нему, махаббата джалалю и крану, махаббата Раббин А.Т.А.С., Субхану А.Т.А.С., любовь подношения к великому Создателю, Субхану А.Т.А.А.С., ва махаббата Аллаху, руху диму, ва гитаре Аллаху. Любовь подношения к Аллаху, это есть Дух нашей религии, душа, сердце нашей религии, и это пища для наших, железвами души, ва ассасу саада, ва к Аллаху на амалу, ва к Аллаху диму, любовь подношения к Аллаху, Субхану А.Т.А.А.С., это основа счастья. Любовь подношения к Аллаху, это основа счастья, и это двигатель всех благих дел. В чьем сердце нету любовь подношения к Аллаху, Субхану А.Т.А.А.С., он подобный мертвый. Подобный мертвому человеку. «Металю ладьи езкуру Рабда, ва ладьи гаеви куру Рабда, кхметалю гаеви ва ладьи, ва ладьи, ва ладьи, ва ладьи». Кто, кто поминает Аллаха, он живой. Кто, кто забыл об Аллахе, он мертвый, сказал урок Мухаммад, Субхану А.Т.А.А.С.., «Любовь подношения к Аллаху, это нур, это свет. И кто не сможет получить честь, свет, любовь подношения к Аллаху тукнет, потух, тот ведь человек, подобно в глубине, в глубоком море, в темноте этих волн. «Любовь подношения к Аллаху» – это исцеление для сердец. У кого это в исцелении, в чём сердце не будет вот этой любви подношения к Аллаху, Субхану А.Т.А.А.С., у него будут много болезней, его сердце, его тело, его души. Любовь подношения к Аллаху, Мухаммад, Аллаху – это великая сладость, это сладость. Кто не прочувствует это, то у этого человека будет много печали, много боли в его жизни. Мухаммада Аллахи, ли decision, lutка сам для себя. Любовь подношения к Аллаху – это слову всего счастья, следую святая в мире, и на все состояния. Буду я вам цветол mới, у себя в вечеринье. Мухаммада Аллахи, подороживate всё вместе, что кометанты и высокосéغ divor关近 ситуации о Kalau-адзине. Любовь в отношении к Аллаху человека делает полноценным рабом Аллаху, стремящегося к Аллаху, к его довольству и положению любви в отношении к Аллаху в нашей велике, оно очень высокое. Вот это дуа, который часто просил посланник Аллаха, я прошу у тебя твою любовь, и любовь всех людей, которые любят тебя, и прошу у тебя любовь в отношении к тем делам, который приближает нас к тебе. И вы любите его, о тех, кто в небесах. И вы любите его, о тех, кто любит его. И вы любите его, о тех, кто любит его. И вы любите его, о тех, кто любит его. И вы любите его, о тех, кто любит его. И вы любите его, о тех, кто любит его. И вы любите его, о тех, кто любит его. И вы любите его, о тех, кто любит его. И вы любите его, о тех, кто любит его. И вы любите его, о тех, кто любит его. И вы любите его, о тех, кто любит его. И вы любите ему войну, говорит Аллах. Поэтому будьте бдительны перед тем, как обидеть человека. И будьте более бдительны перед тем, как обидеть намужного раба Аллаха. Субхану айм. Аллах объявит этому человеку войну. Кто, кто будет против друга Аллаха, этому человеку. Субхану а та'ля киньбляет войну. И нету ничего любимого, говорит Сивишний Аллах по отношению ко мне, дабы приближался мой раб ко мне, чем через те действия, которые я описал для него фарды, опять намазов нашей фарды, пост месяца Рамадана, После этого, говорит Аллах, и мой раб будет приближаться ко мне помимо фарзов, помимо обязательных действий, дополнительными поклонениями, до тех пор, пока я не полюблю его, говорит Аллах, А вот когда я его полюблю, говорит Сивишний Аллах, я буду его слухом, которым будет слушать, я буду его зрением, которым будет смотреть, его рукой, которым будет давать, протягивать, я буду его рукой, которым будет ходить, если что-то попросит у меня, непременно ему это да, Если он будет просит у меня помощь, обязательно я ему помогу, говорит Аллах, как понять этот хадис, то, что Аллах будет его рукой, будет его ногой, То, что Аллах будет его оберегать, будет его хранить и утверждать в его слухе, в его взоре, в его руках, в его делах, то есть ты все, альхамдану, будешь смотреть, будет только на то, чем доволен Аллах, Слушай только то, чем доволен Аллах, будет давать и брать то, чем доволен Аллах, и идти на те места, которым доволен Аллах, субханаму а-та'аме. И также есть тестики, которые прививают нам любовь в отношении к Аллаху, это когда человек делает то, что любит Аллах, перед тем, что любит он, то есть человек хочет спать, хочет лечь, но так есть у него время причинать два раката намаза, и в этот момент он оставляет свою прекрасную постель для того, чтобы сделать то, чем доволен Аллах, субханам а-та'али, два раката намаза, прочитать, обратиться, сделать сящее. Вот когда человек сможет ставить то, чем любит Аллах, выше того, чем любит он сам, это тоже из тех действий, которым доволен, то, что она прививает любовь в отношении к Аллаху, субханам а-та'али. Как бы ты ни любил ту или иную вещь, но если ты ее оставишь ради Аллаха, субханам а-та'али, и сделаешь то, что любит Аллах, это будет из тех действий, которые будут наполнить наши сердца, любви в отношении к Аллаху. Пророк Буханна, субханам а-та'али, который приводит к Аллаху, субханам а-та'али, и, мол, субханам а-та'али, субханам а-та'али, субханам а-та'али. Если в человеке три вида людей, если в нем это есть, он прочувствует славость веры. Первое, это тот, кому Аллах и Его посланник будет любимым всех и всего остального, помимо Аллаха, посланник Аллаха. То есть для него, в первую очередь, Аллах и посланник Аллаха любимее, чем все остальное. Когда человек, раб Аллаху, полюбит своего обратно, не ради чего иного, кроме как любви ради Аллаха. И когда человек будет ненавидеть вернуться на неверие, на грехи, после того, как он взял долга, подобно тому, как он не хочет, чтобы его выкидывать, вот эти три вида людей почувствуют славость веры. Почувствуй славость веры. И Аллах и Малик, рада Аллаху, когда приводил этот хадид, он сказал, И человек будет с тем, кого он любит. И тогда он сказал, Иди, ухибухе, я Расулу Аллаху. Я люблю тебя, у посланника Аллаха. Ухибуху Аллаху. Ухибуху Аллаху. Я люблю Абу Бакра. Я люблю Румара. Так же из тех действий, которые заполняют наши сердца любовь по отношению к Аллаху, на алифе, ас-ха-илляхе, ас-ха-илляхе, ас-ха-как-илляхе. Когда мы глубоко познаем прекрасные имена Аллаха, мы размышляем над ними и размышляем над атрибутами Всевышнего Аллаха. И каждый раз, чем больше человек углубится в понимание Терсира, тем больше он будет любить Аллаха и бояться его. Инна на яхшаллаху, мин алихил руляля. Всевышний говорит, поистине боятся богобоязненные, из-за рабов Аллаха это ученые. Так же из тех великих дел, которые наполнят наши сердца любовью по отношению к Аллаху, когда мы вспоминаем те милости, которые Аллах нам дал. Аллах говорит, те милости, которые окружают вас, это от Аллаха. И, субханава, удивительно, когда человек понимает то, что Аллах, не был дарвался и милости, забывает об Аллахе. Абзабывает об Аллахе, субханава, ведь Аллах дарвал эти милости. Когда ты вспомнишь те милости, которые дал тебе Аллах, вспомнишь, что Аллах мне это дал. В этот момент наши сердца оживятся, будут живыми и будут любить Аллах. Аллах, субханава кааан Кто дал нам дом, кто дал нам супруг, кто дал нам родителей, детей, кто нас оберегает всегда. Каждый раз мы засыпаем, мы просыпаемся, воскрешаем. Аллах нам все равно подарил еще жизнь. Кто? Аллаха. И когда мы вспоминаем об этих милостях, мы начинаем любить Аллаха. Однако, как предыдут, что он говорит, что на него знал, Он дал ему Аллах и говорил, «Альхимдулиллах, я буду дарю Аллаху, который дал нам еду, дал нам питье, разбережит Аллаху Субхану Акаду, а сколько людей есть неверующих, у которых нет покровителей». Наш покровитель Аллаху Субхану Акаду. Также из тех вещей, которые побуждают, любовь к отношению к Аллаху, когда мы находимся часто с братьями, с учеными, которые напомнят нам об Аллаху Субхану Акаду, которые напомнят нам хадии, аят, которых мы сможем из их нравственных качеств для себя пример. Вот это напомняет любовь к отношению к Аллаху Субхану Акаду. Как сказал Бару Буханну Субхану Акаду, «Альхимдуллах, я буду дарю, фукер Аллах, самый лучший из рабов Аллаха, когда на них смотришь, вспоминаешь Аллаху Субхану Акаду». И человек, он на религии своего друга, и пусть каждый из вас посмотрит, кто же является его другом, сказал Бару Буханну Субхану Акаду. И последнее, что хотелось сказать, последнее из тех причин, которые выполняют наши сердца, любви по отношению к Аллаху Субхану Акаду, когда человек оставляет те дела, которые отдаляют его сердце от любви по отношению к Аллаху Субхану Акаду. Сколько сегодня таких вещей человек сам совершает и отдаляется своим сердцем от Аллаха? Заходит в интернет, смотрит ненужные вещи, впадает в какую-то смуту, в какую-то фидну, и дабы, чтобы нам не быть из тех, о которых сказал поэт, сам себя выкинул глубокую реку, и сам себе говорит, не вдумай, не вдумай, в этой реке она мочится. Он сам из себя взял и выкинул в эту реку, в эту греховную, в эти вещи, в эти смуты, в эти фитны, поэтому мы не должны подаваться этим фитнам. И самое главное — за все, что это мы сейчас услышали, просите Аллаха, Субхану Акаду, и не будет наше сердце наклонено к любви, по отношению к Аллаху, пока мы не будем искренны, по отношению к Аллаху Субхану Акаду. На те раз, когда посланник Аллаху Субхану Акаду, всегда отправлялся и одно войско, как говорится, «Кадитель Бухари» — это Айшат Акаду Аллаха. «Иннадди-сулаллаху Акаду Акаду Аллаху Акаду, когда Аллаху Субхану Акаду, войска и вместе с ним направлен одного дома и в каждом ракате в конце он читал и когда они вернулись похода рассказали об этом имаме пророку Мухаммаду и тогда сказал посланник Аллаха спросите почему он читает постоянно в каждом ракате на суре Аль-Ихдас потому что упомянуты атрибуты Аллаха я люблю Аллаха и люблю читать и вспоминать на данный момент атрибутов Аллаха смотрите какой был ответ поставил Аллах это высказано на таблице Аллаху скажите ему что Аллах его так же любит как он полюбил его атрибуты его имена а в другом приваязе потому что ты любишь из-за того что ты любишь эту ссору атрибуты святая нет Аллаха это причина того что ты в раю сказал посланник Аллах если мы полюбим Аллах то Аллах полюбит нас если Аллах полюбит нас он будет нас беречь нет никакого страха нету печали в этой жизни будет великая великая страна счастья и в отношениях семейных отношениях с братьями и без всяких человек будет счастливым если человек нету после удовольствия любви Аллаха если Бог любит Аллах и кого любит Аллах чтобы мы каждый день стивились и увеличили свою любовь в отношениях к Аллаху и были любящими ради Аллаха в этой жизни вечности в вечности в Великом райском саду Аллаху в вечности в вечности فاستغفروه إِنَّا أَنُوَ الْغَفُّ الْرَحِيمِ الجبال الكريم السَّمِيعُ تعالى